Так, здесь 6, 2, 6, 14, ну, чутка, да, можно было поднасыпать, но не сильно критично. А, ну тут такой интересный спот. Как раз, мне кажется, хорошо, здесь чуть меньше сайз, как бы все равно, я думаю, разницы между 9 и 7 большой нету, чуть больше спер будет по терну, и, соответственно, мы сможем продолжить, и, ну, как бы наша линия будет все так же логично, плюс реально адекватная фолдэк, ведь можем глинировать только по терну. Просто здесь, как бы, в такой ситуации получается, что вроде бы, как будто бы опса нету, кроме как задвинуть, что, ну, слишком, как бы тут спер даже, там, близко к единице. Наш диапазон в глазах оппонента смотрится по-хорошему, это, там, ну, туз король, наверное, плюс, там, ну, иногда, там, какие-то крайне редкие блефы, крайне редкие, там, типа, туз 3, туз 5, допустим, ну, крайне редкие, там, это возможно, там, там, здесь можно отыграть. А все остальное, это тоже, если рассматривать, это десятки плюс, там, десятки, а это плюс, как бы, в этом споте. Поэтому, как бы, важно тоже понимать, что ему-то крайне тяжело против этого диапазона, к примеру, там, даже если он не будет, учитывая, что у нас есть блефы, десятки, там, тянуть крайне тяжело. Если у него, там, восьмерка, как-то, казалось, крайне тяжело с валетами, ему придется серьезно подумать. Как бы, ну, я могу сказать, приличное количество регов по терну готовы будут гивапать своих валетов, я уверен. Только так здесь можно хотя бы, хотя бы периодически выиграть этот банк. Просто если мы играем именно вот такую линию, как выбрал ты, выиграть этот банк становится, ну, просто, ну, по факту, ты просто инвестируешь оппоненту, вот эти вот, ну, 9 ббет, ему просто так передвигаешь. Потому что, по-хорошему, из того, что он здесь может выбросить, ну, я, если честно, мало рук могу представить. Ну, прям по-хорошему. Прям взять, даже, если там какие-то, там, может быть, какие-то король-дамы, если у него, там, вдруг он решил затянуть, там, по отцам, какие-то, там, туз-дама, там, туз-валет, там, туз-10 мастевые и так далее. Он все равно эти руки, там, часто проколит одну. Ну, как бы, имея, там, бэкдору, даю оверкарту, он все равно, он, ну, часто люди не ради этого в позе затянули и потом на мелкую ставку выбрасывают. И получится ситуация, что мы терны играем всегда чек-пасс, как бы, тогда здесь, получается, выиграть. Вероятность выигрыша на дистанции этого спота просто будет нулевая. Поэтому здесь, или ты, как бы, знаешь, там, придумываешь какую-то линию, там, с флопа, что уходишь в чек и откалываешь, там, всю агрессию со стороны оппонента, что он, там, пусть превращает, там, в свои король-дама, дама-валет, там, если, предположим, есть туз-валет, туз-король и так далее, весь его диап с учетом нацов, ты, типа, уже просто откалываешь, уходишь в оборону и не выбрасываешь свое дерьмо. Либо тогда ты сам играешь отставки, потому что, ну, это, опять же, это нюансы игры без позиций, которые присутствуют и против, допустим, душных каких-то, там, это против бразилов также будет, они, ну, крайне душные в основном все, что на флопе не выбрасывают, ты чекнул, ну, и все, получай. Охуяна, братан! Я не буду с тобой играть, знаешь, там, туз-дама, туз-валет, так они не пойдут на шиде с этой рукой. С король-дама, там, с король-валет, с дама-валет, никто с ней на шиде не пойдет. И всегда на твой чек поставят. И получается, что все, что ты делаешь, ты просто в холостую и внедряешь здесь бабки. Тогда или ты, как бы, с флопа уходишь в эту защиту и просто оставляешь весь диап оппонент, и потом сопротивляешься. Либо тогда ставишь, и ставишь часто как минимум две, а ривер уже думаешь в зависимости от ронаута. Как бы стоит, не стоит даблифовывать, в зависимости от СПРа, каких сайзов ты использовал и так далее. Что вот по поводу этой раздачи, интересно, как ГТО отыграет эту раздачу. Так, ну и посмотрим. Получается, баттон за 3-бетил, мы поставили 4-бет. У него, кстати, крайне широкий диап на такой. Ну, нам типа не подойдет такое, конечно. Я типа еще могу предположить, что вот это все колл, там да, это колл, там карманы окей, колл, туздам. Ну, хотя, если бы не вот это все, ну, блин, кстати, вот не вот этих король-7, король-6 еще как-то более-менее терпимо смотрится. Так, а у нас еще забор был? 2-4-6, правда. Так, наш действие. В основном блед ставим, просто смотрю именно, где у нас эффективный стекшен. Да, 25% фото, да, ну, больше. Ну, как фото, я говорю, я от четверти обычно катаю. Есть часть, половину, кстати, катают. Ну, видимо, там как-то сплитит это все, судя по тому, что у нас есть. Ну, у нас взят, правда, немного посильнее, но предположим, да, мы поставили эти 25, мы примерно это и планировали. Ну, у опа, ну, практически мы плюс-минус так и планировали, что мало чего выбьем в этой ситуации, там, оп-кол, терном 9 крести упадет, 9 крести, наше, наше дальше действие. Ну, кстати, в основном, смотрю, в основном чекает, а что чекает? Ну, видишь, у нас просто нет этих рук в диапе. Туз-король довольно-таки часто чекает, часть из них продолжает дальше мелким, часть из них, часть просто пушит, ну, короче, тут, типа, еще что угодно можно раскидать. Ну, просто тут такие диапы, что у нас, конечно, это нас сильно не касается. Я бы просто брал бы более тайтлый диап, и наш более тайтлый, потому что он, видимо, много блефов берет, а у нас было бы больше value, наш диап, ну, как бы, сильнее смотрелся бы, тогда туз-король пришлось бы, ну, типа, возможно было превращать. Ну, предположим, я бы дальше смотрел бы тоже какую-то ставку, типа, полпота, но в банке-то уже 7 СББ. Не-не, я бы опять небольшую ставил, чтобы ревером ставить лу. Ну, тут, видишь, такая небольшая, 25. Ну, нормально, тут из-за того, что 3б, мне кажется, нормально ставить. Так, ну, он вроде бы ничего не выбрасывает особо. И, ну, не короля положу, да, мне интересно, что туз-король сделает просто. Ну, я понял, да тут, как бы, типа, туз-король, ты вот сидишь и только без крестовой, и желательно все доблефовываешь. А все, что с крестовой, и все доставляешь. А чем откалывают, интересно? Вот, получается, желательно, типа, не иметь крестовой руки. Так, а что у нас еще, получается, так, алын остался. Так, ну, туалеты, поехали, отвалились, карманы, ну, кстати, странно, что он восьмерку колет, мне кажется, восьмерке вообще легкий пас. Король, король-дама, дама-валет, дама-десять, король-девять. Ну, оптимист. ГТО, как бы, шума-дама, очень складывает. Ну, да, но, кстати, не всегда выставляется, вот он, ну, десятки, да, пусть. Десятки, почти всегда, типа, валеты в пол, король-дама видишь всегда в пол, поэтому он не сказал, что невероятно горит прям желанием прям со всем рейнджом отъехать. Либо дает проглифовать до ривера. Ну, типа, да, 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 да. Ну, в целом, можно так сказать, что, как бы, та-та опция возможно, но мне, если честно, я больше за опцию то, что баррелить дальше. Ну, можно, типа, даже чекнуть, там, получается, СБ поставил, этот кол, девятка, ну, понимаешь, пусть будет крестовая, мыть чек, как часто он ставит. Ну, он, кстати, не сказал бы, что со 100% веса, но получается практически все миснуто, при том, что с крестовой не ставит FD, а все, что не крестовая ставит. Да, все, чек-чек мы сыграли. Да, и вал, король. Я думал, алын просто поставить туз-король. Ну, конечно. Да, никаких там, типа, маленьких ставок не должен он ставить. У него, типа, твоя идеальная карта, и он туда и даблефовывать все будет, и ставит все новейли. Кстати, прикольно, что именно туз-король-то он не ставит алын. Он ставит алын только с тузами, с туз-дамой и туз-пять. Все, больше ничего. Все остальное, получается, короли ставят, ну, типа, вот это все синий, он играет от мелкого, от 10% бета, а вот это он катает от 60%. Все, что зеленое, это 60% бета. 60%? Да, да, типа, основной сайзинг, типа, алын даже не использует. Субтитры сделал DimaTorzok